Всем здравствуйте в очередной раз. У нас тут продолжение разговора про питончик, точнее про питон, потому что я тут взял себе за правило разделять лекции для начинающих по питончику и лекции для, условно говоря, программистов по питону. Вот, значит лекция у нас по питону разговор. И у нас сегодня такая тема очень важная, все темы важные на самом-то деле. Вот, тема важная про множество словари. Как видите, эксперимент на людях временно прекращен, и мы с вами опять, я опять работаю из дома, потому что, как выяснилось, аппаратура, которая отлично тянет видеоконференции, зумы, вот это все, не очень хорошо тянет, ну такие вот компьютерки, которые, значит, предназначены для того, чтобы зумиться, не очень хорошо тянет вещание с картинкой 1920 на 1080, вот, ну то есть Full HD вещание, и поэтому, значит, там я попросил, чтобы мне немножко технику-то пообновляли, вот, в компании. Ну а пока ее обновляют, вот мы пока из дома. Вот, я продолжу эксперимент на людях, потому что все-таки у нас в компании всегда можно рассчитывать на то, что пригласить в студию интересного человека, вот, а у меня дома об эту пору, кроме кота, никаких интересных людей не бывает, вот. Ну вот поэтому, наверное, мы перейдем все-таки обратно туда, но пока что вот и сто. Так, множество словари. Здесь у нас во времена былые я не удерживался и рассказывал про хэш-функции, то есть рассказывал кусочек, грубо говоря, из курса по алгоритмам для факультетского же, вот, но давайте мы предположим, что вы либо знаете, что такое хэш-функции, либо ограничитесь моим описанием сейчас и посмотрите во всяких справочниках, википедиях и прочих местах, что такое хэш-функция окончательная, если вы не в курсе. Если говорить коротко, да, кстати, вот этот эксперимент я планирую продолжить. Вот, если говорить коротко про хэш-функцию, это хэш-функция, это такая штука, которая позволяет преобразовать пространство ваших объектов. У нас есть потенциально огромное пространство, содержащее, ну, допустим, не знаю, там, все возможные строки, вообще все возможные строки, потенциально, как бы, актуально бесконечное пространство. То есть оно конечное, конечно, даже счетное. Вот, то есть для счетной даже конечное, но оно конечное. Но очень много различных строк вы можете нагенерить. И есть пространство, которое мы хотим, ну, вполне обозримое, да, актуально конечное пространство, в которое мы хотим отобразить наше актуально бесконечное пространство всех возможных строк. Допустим, в числовой диапазон, достаточно большой, чтобы вероятность коллизии такого рода преобразования была низкой, Да, то есть, ну, там, реально большое число, допустим, long end. Вот. Но при этом, в отличие от строк, коих мы вообще не можем понять, сколько их штук у нас видится. Вот. Или, по крайней мере, это какое-то непредставимое число. Да? Это будет, ну, понятно, да. В 256-ти личной системе огромные значимости числа. Вот. Так вот, вот хэш, представленный в виде, ну, допустим, длинного целого, это вполне обозримое пространство. Вот. Его, в свою очередь, тоже можно будет потом свернуть. Мы это сейчас увидим. Вот. Но главное, что необозримое или актуально бесконечное пространство сворачивается в актуально конечное. А дальше, вот с этим хэшом, можно творить всякие интересные штуки. Например, хранить данные в так называемой хэш-таблице, когда у нас каждому объекту, хранимому из исходного, от актуально бесконечного пространства, соответствует хэш из актуально конечного пространства, и дальше идет, как бы, методика доступа по этому хэшу. Вот. В общем, хэш-функция может обладать разными свойствами. Это свойство первое, обязанное. Обязанное, она однозначная для объекта, но не обязательно взаимооднозначная. Понятно почему. Потому что размер пространства сворачиваемого, он больше. Поэтому взаимоотношение соответственности обычно не бывает с хэшом. Иначе зачем хэш нужно? А все остальные свойства хэша опционные. Например, мы можем захотеть, чтобы хэш был внутри вот этого пространства хэшей разбросанный, такой, размазанный. Вот у нас есть пространство всех возможных наших строк, и чтобы оно довольно... Пространство велико, но набор строк невелик. И желательно, чтобы хэши от этих строк были все очень разные. Иногда на хэш функции накладывается дополнительное требование, чтобы для почти одинаковых исходных объектов хэши у них были тоже либо почти одинаковые, либо наоборот очень разные. Хорошо разбросанные по пространству хэшей. В одном случае это удобно использовать для того, чтобы как-то группировать эти почти одинаковые объекты, а в другом случае наоборот удобно использовать то, чтобы не было информации о том, чтобы объекты почти одинаковые, когда вы смотрите на хэш. в криптографии, например. Иногда от хэшей требуется, чтобы от хэш-функции требуется, чтобы вероятность коллизии была как можно меньше. Вот. А иногда этого не требуется. Иногда от хэш-функции требуется, чтобы плотность распределения по всему пространству хэшированных объектов внутри нашего пространства хэшей была примерно одинаковая. Иногда тоже не требуется. Вот. Зависит от задачи. И поэтому этот кусок из лекции я убираю, потому что нам нужны хэши вполне определенного рода. И эти хэши в питоне уже есть от любого объекта, от любого объекта можно получить некоторое уникальное число. Не уникальное, а однозначно ему соответствующее число, которому это объект описывает его как раз хэш. То есть вычисляет хэш-функцию. Вот. В принципе, у нас есть идентификатор объекта. Да? Вот давайте мы сейчас с хэшем немножко поэкспериментируем. Вот у нас есть две строчки. Ой! Что это я сделал? Как вернуть обратно? Это история. История, история, история. Ну вот давайте так сделаем. Вот. Как видите, от этого эксперимента я не отказался. Все еще продолжаю пользоваться ПТ-Пайтоном и иногда нажимаю на какие-то кнопочки, смысл которых не знаю. В принципе, у них есть идентификаторы. Они, разумеется, различные. Да? Видите, вот они в конце различаются. То есть уникальным идентификатором объекта в Питоне может являться, например, его ID. Вот. Но у ID есть главный недостаток. Смотрите. С1 равняется 1, 2, 3, 4, 5, 6. С2 равняется 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как вы думаете, одинаковые эти объекты или разные? Давайте проверим. С1 из С2. Разные эти объекты. Они равны, но они отличаются друг от друга. В памяти они лежат в разных местах. Вообще, это разные объекты. То есть ID в Питоне может не иметь никакого отношения к равенству объектов. А поскольку алгоритмы, для которых нужен хэш, они как раз, в первую очередь, на сравнение, вот мы ничего не сказали, вот про это я скажу, то ID у нас не подходит. А вот хэш, хэш подходит. Смотрите. Вот они одинаковые. Смотрите. Ну, а вот в этом случае они, разумеется, разные. Где у нас тут? Да. Тут QLock спрашивает, это LOG или YOG, но неважно. Спрашивает, почему эти объекты разные. В Питоне, вообще говоря, нету некоторой строгой дисциплины, относительно того, должны ли константные объекты быть одинаковыми или разными в памяти. То есть, может случиться так, что вот эти два объекта будут одинаковые. Например, если мы напишем, ну, понятное дело, что если мы напишем вот так, смотрите, это, разумеется, это будет один и тот же объект, потому что с точки зрения Питона и эта конструкция означает, что мы создали объект и сделали к нему два имени. Понятное дело, что это будет один и тот же объект. Да? Но если мы напишем, например, вот так, вот, то с некоторой вероятностью это тоже будет один и тот же объект. Почему? Потому что в процессе синтаксического анализа этого выражения у Питона возникнет подозрение, что вот эти два конструктора одинаковые, вот, и как только это подозрение возникнет, он создаст один константный объект, а это у нас тюпль, то бишь, кортеж, то бишь, константные объекты, ну и поименуют их одинаковым. Вот, видите, одинаковые, да? А вот когда мы это делаем в разное время, да? То есть, когда синтаксический анализ строки происходит в разное время, и Питон имеет полное право завести два разных объекта, пускай они даже одинаковые. Пускай они даже константные одинаковые. Вот. Так что, семантика языка абсолютно не зависит от того, одинаковый идентификатор объектов или нет. Просто я хотел лишний раз подчеркнуть, что идентификатор объекта это штука внутренняя. Нужна только для проверки и как бы стопудово только так работает для проверки того, что это один и тот же объект, а вот для всего остального она, видите, плавающая. Вот. Ну а хэши, как видите, работают. Я не зря тут упоминал, что объект должен быть константный. Тут есть несколько соображений, почему это удобно, почему хэш вычисляется в Питоне только от константного объекта. Во-первых, это удобно, потому что мы можем этот хэш вычислять один раз при конструировании объекта. Мы сконструировали объект, вычислили его хэш. То есть, даже если операция исчисления хэша из довольно толстого объекта, объекта бывают толстенные, да, вот мы можем в строку, как известно, запихать что угодно, она безразмерной длины в Питоне. Так вот, исчисление хэша может быть операцией достаточно тяжелой, как минимум линейной по отношению к размеру объекта. Но один раз он вычисляется, а дальше он лежит, а поскольку хэш в Питоне это просто длинные целые, то мы отлично с этим хэшом быстренько-быстренько работаем, сравниваем его буквально на аппаратном уровне, как целое число, ну и так дальше. Во-вторых, если бы мы в Питоне допустили использование хэшей, хэширование для модифицируемых объектов, mutable objects, нам бы пришлось тогда всю логику вот этого немедленной генерации хэша по объекту пересмотреть, потому что каждый раз, когда мы модифицируем наш объект, мы должны модифицировать еще и вы хэш. Вот. Возможно, эта идея и не самая дурацкая, но она определенно привносит в операцию модификации объекта внезапный алгоритм линейной сложности, который по всему этому объекту пробегается и значит вычисляет хэш, что в общем совсем плохо. Да? Ну, потому что мы там взяли, поменяли один байтик в объекте, а нам хренак надо вот пробегать по всей этой строке, чтобы перечислять ее хэш, пересчитывать. Нет. Так что хэши бывают только у константных объектов, а у модифицируемых не бывают. Главное свойство хэша, ради которого вообще эта вся штука используется, это сравнение на неравенство. У равных объектов равны хэши. Поэтому, когда мы сравним два совершенно неимоверно больших объекта, константных, например, две здоровенные строки, в действительности операция сравнения написана эффективно. Она сначала смотрит туда в заголовок объекта, смотрите в хэши, если хэши не равны, она сразу говорит, не равны, не буду я сравнивать ваши строки, они не равны, но видите сами. То же самое верно вообще для любых константных объектов, для замороженных множеств, короче, для всего, для огромных чисел. Любой хэши равный объект устроен таким образом, что операция сравнения сначала проверяют хэш, а потом проверяют весь объект целиком в случае, если хэши равны, потому что коллизия хэши вполне может произойти. Еще раз повторяю, начало лекции, у нас хэшей всего вот столько, это правда тоже довольно большое число, но тем не менее гарантии, что у двух строк хэши не совпадут нету, наверное, такие строки есть, более того, я скажу, их актуально бесконечно много таких строк с совпадающими хэшами, потому что сама строка может быть самих строк гораздо больше, чем вот таких чисел, ну вот, соответственно, может быть, может так случиться, что хэши у объектов совпадут, и поэтому надо сначала проверять хэш, а потом сами обернуты. Тем не менее, это намного быстрее, как вы понимаете, потому что вероятность того, что хэши у неравных объектов не совпадут, очень велика. Тут сейчас мне пришло в голову, кстати, что это довольно забавно влияет на шаблон поиска. Представьте себе, что у вас есть огромный список хэшированных объектов с их хэшами, и вы ищите в этих объектах тот, который вам нужен. Что вы делаете? Вы сначала проверяете хэш. Не равно проверяете хэш, не равно проверяете хэш. С очень большой вероятностью у неравных объектов хэши тоже будут не равны. И только в случае, если хэши равны, вы сравниваете два объекта. То есть, если операция сравнения, операция сравнения для объектов тяжелая, то операция поиска будет состоять из множества легких операций сравнения хэшей и одной тяжелой, в идеале, одной тяжелой операцией сравнения объектов. Напоминаю еще раз, что в силу неравенства множества определений и множества значений хэш-функции обратная взаимная однозначность хэша не гарантируется. Хотя, конечно, понятное дело, что если хэш хорошо размазанный по аж вот такому пространству, то вероятность совпадения тоже очень низкая. вот ровно как хэш-таблицы прям в точности в питоне устроены множество. Множество это вот такая штука. Она задается, например, скобочкой. Вот. Обратите, кстати, внимание на то, что я сознательно в этой строчке перечислил больше элементов, чем потом в результате получилось, потому что множество, как нетрудно догадаться, одинаковые элементы не дублируются. Собственно, множество выглядит именно как хэш-таблица, в которой хранятся все вот эти элементы. И проверка наличия элементов в таблице выглядит следующим образом. Давайте на пальцах объясню. вот у нас есть такое количество элементов. Их у нас тут меньше восьми. Их тут ровно восемь. Ну, давайте, кстати, посмотрим. Ну да, их у нас ровно восемь. Для этих элементов создается точно так же, как в случае, помните, списка динамического массива, динамической таблицы, в которой, ну, допустим, мне кажется, что будет все-таки их шестнадцать, ну, допустим, восьми элементов. Для каждого элемента вычисляется хэш. Ну, на самом деле, хэш от целого числа, довольно удобная штука в питоне. Вот. Она равна этому числу. Но, естественно, в множествах могут храниться не только числа, но вообще любые ширмобъекты, строки, тюпли, вот это все. Так. Для каждого элемента вычисляется хэш, и в этой таблице соответствующий элемент кладется на то место, ну, грубо говоря, это такой массив на восемь элементов, и один элемент будет на шестой, вот этот элемент будет на шестой позиции в массиве, это на первый, это и на седьмой, это на четвертой, это на восьмой, этот на третий, а тут возникает хэш коллизия, а этот опять на седьмой, да, получается, что если у нас, да, да, в качестве хэш функции, я забыл, да, значит, хэш функция от числа равняется число, но если у нас таблица всего на восемь элементов, то убьется просто остаток отделения на восемь, да, так вот, получается так, что вот эти два элемента, 4, 5, 6, 7, и 5, 6, 7, в нашей таблице лежат по дому и тому же месту, опять же, теория хэш функции говорит о том, что есть два способа эту проблему решить, первый способ, это хранить в хэш таблице не отдельные элементы, а прямо списки и уже потом линейно среди них искать. Второй способ говорит о том, что в хэш таблицах, когда мы пытаемся поместить в хэш таблицу, то бишь, во множество, элемент, у которого значение хэша дает занятую ячейку, можно перехешировать. Соответственно, поиск по такой хэш таблице будет происходить так, мы найдем, сходим по, ну, найдем хэш функцию от 5, 6, 7, увидим, что это 7, сходим к седьмому элементу таблицы, увидим, что там уже занято, тогда мы еще раз перехешируем, внезапно выяснится, что это там, допустим, 0, сходим к нулевому элементу таблицы, а он оказался, там, оказывается, действительно лежит 5, 6, 7. Вот. Если мы добавляем в нашу таблицу очередной элемент и ее размер и ее размер оказывается недостаточным, то происходит перестройка таблицы, точно так же, как в случае списка, он же динамический массив, когда мы добавляем очередной элемент и места уже не хватает, таблица увеличивается в два раза. Вот. И хэш функция, соответственно, будет уже не остаток отделения на 8, а остаток отделения на 16. Кстати сказать, именно по этой причине, вот, как я подозреваю, у меня в новой таблице, видите, элементы слегка переупорядочились. Вот этот 333 влез куда-то посредине. Почему? Я подозреваю, что хэш функция в обновленной этой таблице положила его сюда. Вот. То есть, множество в питоне представляют собой динамически расширяемые хэш таблицы с пересчетом хэш функции располагают, которые указывают на расположение элементов в таблице в случае, когда размер меняется. Практика показывает, что такой пересчет, он занимает линейное время, то есть, это довольно тяжелая операция, но встречается довольно редко. Как правило, множество сначала наполняются, и если мы каждый раз увеличиваем размер хэш таблицы вдвое, то в какой-то момент мы просто останемся на том значении, для которого вот наше наполнение множества закончилось. А потом производится поиск. Поиск по хэш таблице в питоне фактически константный. Почему? Взяли остаток отделения, сходили в эту таблицу по номеру ячейки равному остатку отделения, он же хэш функции для нее, обнаружили результат, проверили результат. Из чего следует, что хранение и проверка наличия элементов в списке и проверка наличия элементов в множестве это очень разные операции по сложности. Проверка наличия элементов в списке это почти всегда линейная штука. Вот. В обычном списке лист питоновском. А проверка наличия элементов в множестве это почти всегда константная штука. Так что имейте это в виду и всякий раз, Когда у вас есть необходимость что-то хранить где-то и потом проверить, что у нас 333 входит в некоторую последовательность, используйте для этого множество. Множество гораздо эффективнее для операции поиска. Это немножко таких сокращенных разговоров про то, как устроено множество в питоне. Без схем, без всего. К сожалению, нет у нас времени на это. Вот. Можете, кстати, порыться в более ранних версиях нашего курса. Там где-то был, там в 2018 что ли году, посмотрите. Там где-то был рассказ прям про хэштаблицы. Вот можно оттуда попробовать посмотреть больше теории. А в остальном множество, смотрите. Я уже, например, описал операцию добавления элементов множества. Да, обратите внимание на то, что элементы внутри множества не упорядочены. Элементы этого множества не упорядочены. То есть, в действительности они как-то слегка упорядочены по остатку отделения хэша на размер таблицы. Ну, потому что именно так они туда и раскладываются. Вот тут Чоми спрашивают, как можно это визуализировать. Да это, в общем, не надо визуализировать. Вам не нужно знать при работе с множествами, как именно эта самая хэш-функция разложила эти элементы по памяти. По памяти. Да? Представьте себе таблицу, в которой, в данном случае, 16 ячеек. Из этих 16 ячеек 7 занятых. Вот. Эти 7 соответствуют, собственно, отстатку отделения хэша на размер таблицы 16. Вот и все. Вот. Где-то, опять же, была статья на тему того, как это устроено в питоне. Ну, в общем, поищите. Может быть, если вы меня спросите в чатике, я, ну, то есть не во время лекции, то я, возможно, за вас поищу, потому что я помню, что это не так просто найти эту статью, где здесь визуализация. Главное в множествах, это, разумеется, то, что они могут использоваться, ну, например, смотрите. Т равняется... Вот. С, Т. Смотрите, можно вычислить пересечение множеств. Вот. Теоретика множественной операции поддерживается. Пересечение множеств, это множество, состоящее из общих элементов. Можно вычислить объединение множеств. Это множество, состоящее из всех элементов. Понятное дело, если там встречаются какие-то повторы, эти повторы склеиваются. Да. Можно вычислить... Давайте мы это сделаем на более простых примерах. А, б, равняется... Раз, два, три. По феншую. Четыре. Три, четыре, пять. Пять, шесть. Семь. Вот. Да. Значит, а, b, а, b. Вот. Можно вычислить, например, дополнение множеств. Это элементы, которые встречаются только в этих множествах, в одном или только во втором множестве, но не встречаются в пересечении. Вот. Она же, кажется, называется симметрическая разность. А можно вычислить вот такую штуку. Это разность множеств, то есть элементы, которые встречаются в а, но не встречаются в b. Кажется... А, да, еще кажется... Нет, нет, нет. А, нету. Нету такого защита. Я зря написал, что такое есть. Зря написал, что такое есть. Нет такой операции. Надо будет ее убрать. Остальные есть. Вот. Ну, в принципе, можно же посмотреть просто, какие поддерживаются операции на множество. Объединение, пересечение. Вот. Значит, что еще можно сделать? Помните, что когда мы говорили про строки, я говорил, что строка это извращенная такая последовательность, в которой есть операция проверки наличия подпоследовательности. Да, операция in проверяет наличие подстроки в строке. Никакие другие множественные или множественные структуры питона так не умеют. В частности, если мы попробуем найти a in b, то нам он скажет, что a в b не входит, даже если, ну, смотрите, b c равняется 4,5. Давайте проверим. c in b. False. Проверка, попытка проверить, является ли множество 4,5 элементом множества b, естественно, завершилась в false, хотя бы потому, что c вообще не хэшируемый, не может быть элементом множества. Видите? Unhashable tag. Если вы хотите сделать множество константным, есть специальная штука, которая называется frozen set. Вот из frozen set можно составить. Это такое множество, которое, значит, польз, в котором как раз константный, а вот изменять его нельзя. Вот из множеств, из frozen set можно составить. Их можно использовать в хэш-таблицах, а множество нельзя, потому что само множество является модифицируемым объектом. Ну, так вот, вот эта операция ответила нам false. Ну, кстати, cc тоже найдется. Вот эта операция ответила нам false просто потому, что нельзя, ну, как бы, c не содержится в b. Но, мы же знаем, что есть такая теоретика множественная, точнее, множественная операция, что некоторое множество является подмножеством b. Ну, c и сабсед от b, давайте проверим. Вот. c на самом деле является подмножеством b. Вот вам, пожалуйста. Вот. Также множество можно использовать в качестве последовательностей, несмотря на то, что они не последовательности. Вот. То есть, смотрите. Во-первых, можно сделать s.pop. Так же, как, помните, в этих самых, в списках. Но в списке pop используется как снятие со стека, а push как добавление в стек. Тогда как из множества, вообще говоря, убирается вполне себе случайный элемент. Вот тут они идут в подряд в том виде, в котором они сейчас лежат в множестве. Но мы с вами знаем, что если мы... Если мы обновляем элементы в множестве, то то, как там упорядочены ключи, может и поменяться. Вот видите, тут они все встали в начало. Вот. Ну, короче, это все как совершенно непредскажимое. Поэтому, что там сделает pop? Вот я вангую, что он сейчас выдаст один. Нифига, видите? s.pop выдает какой-то элемент множества. Не гарантировано, что этот какой-то элемент будет какой-то там вот в представлении. Вот. При этом, понятное дело, что этот элемент удаляется из вашего множества. Ну, как полагается, pop. Значит, для того, чтобы не путать множество со стеком, метода push нет. Вместо этого есть metad, который добавляет элемент в множество. Понятное дело, что непонятно, куда он добавляет, вот, в какое место это 22 влезет. Вот видите, опять оно встряло между. Вот. Короче говоря, да. Что еще? Подмножество, надмножество, то есть обратная операция принадлежания. Пересечение, вот это, вот это, что сказать, дискард я не знаю. Ну, видимо, это просто выбросить из множества некоторые подмножества. Difference Update. Короче, почитайте. Я не буду сейчас наизусть все это рассказывать, тем более, что там все, в общем, довольно очевидно. Теоретика множественной операции. Можно произвести надмножество. Напоминаю, зачем это нужно. Это нужно за тем, что поиск подмножеству константный, а не линейный. Всякий раз, как вам нужно много раз искать в цикле, в огложенном цикле, вообще говоря, много. Искать что-то где-то. Если это где-то является множеством, принадлежность чего-то чему-то. Если это чему-то является множеством, вы облегчаете скорость поиска просто, ну, в н раз. Вот. Что еще? У множества есть циклический конструктор. С фильтром. Так же, как и в списковых конструкторах. Интересно, я что-нибудь... Да, смотрите. Вот. Получившееся множество конструируется. Так же, точно так же, как в списковой сборке, только это будет такая множественная сборка. Понятное дело, что если там встретятся, например, дублирующие элементы, то они, в отличие от списка, они, конечно же, в множество попадут в единственном экземпляре, потому что нет другого способа это сделать. Ну, в общем, вот. Полезная вещь. Множественная сборка. Смотрите. Что касается класса, то любой, любой питоновский объект можно засунуть в множество, если он hashable. То есть, если он поддерживает метод hash. Можно и класс засунуть, потому что класс это такой объект. Хотя вы, наверное, хотели экземпляр класса туда засунуть. Но, скорее всего, большинство классов, которые вы описываете, будут unhashable. Давайте попробуем. Забегая вперед. Да. Ой, нет. Правильный ответ. Можно. Только что мы в этом убедились. Класс является hashable объектом. Что разумно. Потому что мы объявляем... Даже если мы этот класс потом модифицируем, сам класс модифицируем, он от этого не перестает быть классом C. Поэтому да. Можно. Спасибо за вопрос. Так. Ну, собственно, про множество как бы все. Ну, вот. Еще раз повторю, что так же, как в случае словарей, худший случай перемасштабирования вашего множества, когда его размер недостаточный, или, наоборот, когда оно слишком велико. Вот. Этот худший случай в практических применениях довольно редкий. Вот. Соответственно, практически программа, как правило, успокаивается на каком-то определенном размере. Вот. Поэтому, да и, собственно, экспоненциальная, так сказать, его часть, то есть, когда мы увеличиваем размер объекта, размер таблицы только в два раза, и уменьшаем только в два раза, нам гарантируют, что мы где-то успокоимся на правильном размере. Единственное, что с множеством не так, это что в него можно записывать только... Можно. В множество можно записывать только хешируемые объекты. То есть, в множестве нельзя хранить произвольный объект. А хотелось бы хранить произвольный объект. Ну, правда, смотрите, у нас есть задача не только поискать среди чисел вот таких вот, да, наличия объекта 333 среди них. Ну и, например, среди списков поискать, да, среди чего угодно поискать. Окей, скажет вам питончик в ответ. Окей, можете хранить что угодно, но давайте будьте добры, обеспечьте взаимооднозначное соответствие того, чего вы храните, к какому-то специальному ключу от него. Если вы мне предоставите хэшбл ключ, то ничего не стоит взять то же самое множество и вместо того, чтобы хранить одни только эти самые ключи, к каждому ключу еще присобачить ссылку на тот объект, по ключу, которого вы его храните в этой самой структуре. То есть помимо хэшируемых ключей, у каждого ключа еще есть ассоциированный с ним хранимый объект произвольный. Вот такие структуры в языках программирования носят название ассоциативные массивы или словари. И в питоне до питона 3.6 были устроены словари именно так, как множество, у которых просто вместе с элементом хэшом хранилась еще ссылка на элемент настоящий. Но не настоящий, а тот элемент, ради которого мы завели словари. Но в питоне 3.6 пришло сообщество так называемого ППы, PyPy. PyPy это проект питона, языка программирования, интерпретатор языка программирования питон, написанном на питоне. А не на си, как в случае классического питона. И вот в этом проекте PyPy народ очень активно реализует всевозможные инновации питоновские. В частности, они придумали новый способ хранения словарей, который обладает одним главным свойством. Про него мы поговорим чуть позже, а еще он чуть-чуть быстрее и оптимальнее в плане поиска по словарю и чуть-чуть медленнее в плане удаления элементов из словаря. Не буду, опять-таки, рассказывать, как это устроено. По ссылке можно попытаться вкурить на то, как это устроено. Если по-простому на пальцах, то помимо хэш-таблиц там еще хранится журнал записи. Этот журнал записи выполняет сразу две функции. Он компактизирует размер ключа, а еще он хранит порядок записи элемента в словарь. И теперь у нас элементы словаря лежат в том порядке, в котором мы их туда положили всегда. На это можно надеяться, начиная с питона 3.8, что ли. Вот. Как выглядит словарь? Как задается словарь? Сдается словарь примерно так. Вы задаете его... Элемент, двоеточие значение. Время, ключ, двоеточие значение. Значение. Ключ, двоеточие, давайте какое-нибудь значение. Обращаю... Да, D же. Обращаю ваше внимание на то, что ключом может быть любой хэшируемый объект, потому что это как в множестве. А хранимое значение может быть вообще каким угодно. Например, мы можем положить по ключу что-нибудь типа списка. или множество. Вот. Да? А. Да елки-палки. Торможу я. Что-то я тут не докрутил. Равни... Все, он говорит, один. А, это номера строк. Все, я понял. Это номера строк. Все хорошо. Вот. А, вот оно что. Я все время понимал, почему у меня вот эта штука короче, чем вот эта. А у меня одинаковые ключи. 2, 3, 4 ключ. И здесь 2, 3, 4. Все понятно. Видите? Множество, как они есть. Вот. То есть, хранить я могу в том числе и изменяемые объекты. А вот ключами могут быть только неизменяемые объекты. Если я внезапно вот здесь вот напишу, попытаюсь вписать изменяемый объект, они скажут, что извините, ребята, нему нельзя. Вот этот вот unhashable штука. Словарь. Разумеется, вот так словари не использует никто. Скорее всего, у вас ключи у словаря будут объекты однотипные. Ну, потому что, как потом по ним искать-то? Вот. Но факт остается фактом. Индексом в словаре может быть любой элемент. Да, вот он так создается. Разумеется, словари, да. Значит, как потом к этому словарю ходить? Ну, так и ходить. 2, 3, 4. Или D. Верт. Верт, верт. Да? Чего? А, нету верт-верт. Есть SDRT, да? Вот. Да? Или D, допустим, там, не знаю. 1, 2, 3. Во. То есть, операция индексирования, которая, как мы понимаем, на самом деле является просто вызовом метода под названием getAltem, возвращает вам элемент. То есть, фактически вы пишете вот такое. D.getAltem. GetAltem. Че там у нас? SDRT. А, ну так оно не умеет. Квадратные скобочки. Вот оно. Собственно, вот это оно и есть. Так, словарями обращаются. Ну, что еще? Словарями? У словаря, конечно же, есть циклический конструктор, так же, как у всего остального, да? Что-нибудь типа такого. И... Или там. Давайте так. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Чтобы прям красоту некоторую навести. Словарями обращаются. Вот так вот. Вот так вот. О, вот, как видите, вполне себе компактненько мы расписали Некоторый, в общем, даже ненужный, ненужный словарик Вот, значит, что можно с этим самарем еще делать, помимо того, что к нему можно ходить Значит, ну, у него есть, соответственно, можно посмотреть его содержимое в виде какой-нибудь последовательности Например, вот это вот у нас будет последовательность ключей Вот это у нас будет последовательность значений хранимых А вот это у нас будет последовательность пар того и другого Обращаю ваше внимание, что dict-case, dict-values и dict-items это такие специальные внутренние питоновские типы То есть это не списки И вообще это вычислимые последовательности, я сильно подозреваю Вот, главным образом они придуманы для того, чтобы можно было проходить соответствующий набор значений Цикл Кстати сказать, я забыл об этом рассказать в случае множества Но вот, видимо, расскажу и про множество, и про словари одновременно И множество, и словари могут выступать вроде последовательностей Вот наше множество, вспоминаем For-in-s 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 Ну, давайте Вот так Вот И Давайте Ну, хорошо Так-то лучше. Да, как видите, последовательность перечисления элементов в множестве совпадает с его представлением, но не гарантированной ничем, кроме вот этого самого текущего представления. Множество является последовательностью. Не индексируемый, мы не можем найти n элемент множества. Не индексируемый, но вполне себе проходимый цикл. Про кухню, так сказать, закунистную вот этого прохождения цикла мы будем разговаривать ровно на следующей лекции про итераторы. Пока что воспринимайте это именно как возможность пройти цикл. Или возможность преобразовать в список. Или давайте мы сейчас еще совсем какое-нибудь извращение. t равняется множество 2, 34, 5. Вот. a, b, c равняется t. Как видите, тот факт, что в множестве не гарантируется последовательность ее элементов, никак не повлиял на работу питона, когда мы запросили множественное связывание. Почему? Потому что у множественного связывания нет никакой идеи, в семантике множественного связывания, незаложенная идея проверять, а не стоит ли справа последовательность, у которой порядок следования элементов фиксирован. Никто из вас это проверять не будет. Справа последовательность, последовательность. По ней можно пройти? Можно пройти. У нее три элемента. Три элемента. Значит, нулевой элемент. В смысле, первый попавшийся элемент мы засунем в а, второй попавшийся элемент мы назовем в б, а третий попавшийся элемент назовем в ц. Вот так это работает. Ну так вот, возвращаясь к нашему словарю, словарь тоже можно проходить циклом, но понятное дело, что словарь сложная структура и непонятно, спроста не очень понятно, что из этого должно возвращаться в цикле. И в питоне принято, что проход по словарю цикла аналогичен проходу по ключам. То есть, если мы напишем list.d, то на самом деле это то же самое, что list.d.key. Ну или мы напишем for knd print k. Это на самом деле просто ключи. Когда мы представляем словарь в виде последовательности, вместо него подставляется последовательность его ключей. Еще раз напоминаю, что последовательность ключей в питоне это не список, а какой-то специальный тип данных под названием did case. И может быть, значит, да. Если вам нужно проходиться по парам, обычно это пишется так. For kvalue in dict.items. Вот. Это что касаемо ситуации, когда вы... Надо выключить вот эти строки, они мне не нравятся, они мешают. Это что касается ситуации, когда вы... Давайте я прямо сейчас выключу. Потому что они мне мешают прямо сейчас. О! Так-так-то гораздо лучше, правда? Вот. Спасибо, дорогой. А, ну потому что я disable. Вы можете класть в словарь произвольный элемент. Вот в случае множества вам придется делать аппент. А в случае сваря вообще, вот смотрите, вот заведем вообще пустой словарь. А что? Заведем пустой словарь. Скажем, d r равняется... Равняется... Никто не мешает. И если раньше вот такая операция не работала, то если мы напишем вот так вот, то она заработает. Вот. Совершенно так вот, не глядя, любой хоширмый объект может являться индексом словаря, и мы туда все кладем. Правда, обратите внимание в ситуации, что вот этот 45, ну давайте так написать, я равняется 45... 42... d и t. Что мы можем сделать в случае, если мы не точно знаем, есть ли элемент в словаре или нет. Но для начала можем просто проверить, есть ли он среди ключей. If d in... Вернее, in d.kiss print yes. А, ну там его нету. Хорошо. Print и in d.kiss false. А вот 40, например, есть. А 45, это 42 было. 45, например, нет. Вот. Правда, я тут совершил одну ошибку. Понятное дело, что .kiss надо было не писать. Да? Мы же помним, что когда у нас словарь используется как последовательность в действительности, он... То есть, пользуется его .kiss. Ну и отлично же. Вот прямо так и пишем. Смотрите, как красиво. Сухая и чистая. Вот. Значит. Ну и, соответственно, мы всегда можем написать if 42 in d, там, то-то, а это все-то. Правда, есть ситуации, когда мы не хотим проверить... Ну, скажем так, когда проверка заранее, это такая, ну, излишняя синтаксический шум в программе. Ну, допустим, вот у нас есть наш словарь d, и мы хотим написать d и t. Вот. Но в случае, если и нет, вернуть какое-нибудь значение по умолчанию. Написать d get i, а если что, то ку-ку. Вот и все. Да? Если у нас и... Да, господи, 45. Если у нас и в словаре есть, вернется то, что в словаре. А если и в словаре нету, вернется на эту самую куку. Более того, мы можем захотеть даже еще больше. Мы можем захотеть следующее. Вернуть то, что лежит в словаре, если оно там есть. А если нету, положить туда и вернуть это. Что? Вот. Сейчас покажу. d.setDefault Default 100500 элемент и по умолчанию пусть будет равен кукурику. Да? А равно. Во-первых, нам вернулась кукурику. Во-вторых, эта кукурику записалась в 100500 элемент в нашем словаре. Когда это используется? Такая вот функция setDefault. Например, если вы храните, ну скажем, словарь списков. Если вы храните словарь списков, то было бы очень неплохо как-то дефолтное значение этого списка создать. Вот. Сейчас я посмотрю. Есть. А, да. Значит, в модуле collections есть специальный тип DefaultDict, который ровно этим и занимается. Вы ему передаете конструктор дефолтных значений. Вот. Но даже без этого вы можете вполне обойтись обычным списком и сказать буквально следующее. Вот. В смысле, обычным словарем сказать буквально следующее. Вот у вас есть словарь по умолчанию. И вот у вас есть ключ, допустим, там, кум. и значение, ну, допустим, там, не знаю, кве-кве. И вы хотите, чтобы у вас был словарик ключей. Вот. Вы пишите так. t, d, то есть, setDefault, q, по умолчанию, пустой список, append, v, только не q, а k, да, k, append, v. Что получается? Получается словарь, у которого, только, здесь вот k, извините, k, сейчас, k, значение. Что получается? Получается словарь, у которого по ключу q лежит целый список различных значений. таким образом мы, кстати, можем сделать структуру, в которой в словаре хранятся множество значений с неуникальными ключами. Допустим, мы берем и по ключу k добавляем еще 20. А по ключу, допустим, не q, а а добавляем какую-нибудь еще ерунду. Вот. Главная фишка вот в этой конструкции это setDefault, который по умолчанию впихивает в словарь пустой список, дальше он же его и возвращает, а дальше в этот список вы добавляете, что есть. Но, если такой список уже есть, вот как сейчас, например, то функция setDefault вернет d, a, t, и к этому d, a, t вы вполне себе запените. Вот. Просто такой частый паттерн при написании программ, если вы храните, если то, что вы храните, должно быть словарем списков, да, то вместо того, чтобы сначала добавлять пустой список, а потом туда добавлять элемент, в этот список, можно сделать вот такой кастерн. Давайте посмотрим, какие еще есть у словаря методы. У словаря есть метод copy, который возвращает то, что, так же, как и у списка, есть метод copy, который возвращает так называемую неглубокую копию этого самого словаря. То есть, это будет новый элемент, новый объект, они будут разные, вот, они будут равны, и это означает, что если мы модифицируем какой-то из этих объектов, второй, разумеется, не модифицируется, они разные, да, если мы скажем E, допустим, нулевое равно нулю, понятно, E нулевое равно нулю, понятно дело, что E у нас изменится, а D у нас не изменится, но, поскольку копия неглубокая, то есть, при копировании этих объектов копируется только хеш-таблица, а ссылки в этих таблицах идут на один и те же объекты, смотрите, E Q только Q в кавычках, D Q это один и тот же элемент из E Q да, то есть, два словаря разных, хранящиеся в них объекты, одни и те же. Ну, раз уж это одно и то же, понятное дело, что если я скажу D точка давайте еще D, ой, D и E, если я скажу D Q и тем самым модифицирую объект, на который указывает индекс Q в D, то точно так же я модифицирую объект, на который указывает индекс Q в E. Понятное дело, еще раз, это одни и те же объекты, мы тоже проверили, только D и E объекты разные, ну, это, в общем, нормально, мы с этим уже встречались в случае списка, там такая же история. Вот, что еще там есть в D, точно так же, как, давайте мы какой-нибудь D наш вспомним, точно так же, как множество есть POP, в списке тоже есть POP, единственное, что вам придется указать все-таки индекс, так он не скажет, да, вам нужно сказать, какой именно объект вы хотите снять, ну, скажем, с индексом 6. Вот он пропал, видите, он здесь был, а здесь его нет. Вот, то есть, это уже не совсем POP, это такое просто обращение к элементу вашего словаря, совмещенное с удалением этого элемента. Возможно, обратная ситуация, ну, соответственно, если вы укажете какую-нибудь ерунду, он вас обругает, понятно, есть еще ситуация, когда вы удаляете из словаря элемент, у которого значение равно вот этой штуке, а, нет, соврал, аналогом POP для списка и множества в словаре является метод POPITEM, который, в отличие от POP, возвращает пару, ключ значения, то есть, вы удаляете что-то случайное, но, опять-таки, не случайное, не случайное, соврал, что-то я много вру сегодня, поскольку порядок хранения элементов в словаре соответствует порядку удаления, порядку добавления, POPITEM, так же, как и POP, нет, POPITEM, конкретно POPITEM, будет выводить всегда последний, смотрите, вот, то есть, довольно удобная штука, не туда, довольно удобная штука, POPITEM этот самый, и он вам возвращает пару, ключи значения, причем, вы всегда знаете, более того, если вы сейчас добавите что-то, оно добавится в конец, смотрите, D, допустим, не знаю, какое-то там, да, давайте проверим, а что будет, если я перебью элемент, допустим, D, четвертая, видите, порядок не изменился, поскольку элемент 4 был добавлен когда-то, тот факт, что я его перебил, никак не влияет на последовательность, да, элементы хранятся в порядке их добавления, вот такое вот, такое вот свойство словаря, на которое можно надеяться, так, что там у нас еще было в деле, ну, clear опустошает словарь, апдейт и экстенд еще есть, да, смотрите, такая вот группа, ну, экстенда нету, экстенд есть только в списке, апдейт, вы можете что сделать, вы можете взять словарик, ну, допустим, A равняется и 2, и плюс 1, и плюс 2, и плюс 2, и плюс 2, B равняется и умножить на 2, минус 1, плюс 3, вот, так, я тупой, да, может, любые, может быть, вот, обратите внимание на то, что у этих двух словарей частично пересекаются индексы, тут 0, 1, 2, 3, 4, а тут минус 3, минус 1, 1, 3, 5, да, вот 1 и 3 должны пересечься, вот, и мы можем сделать что, мы можем сказать, A.update от B, получится, что все элементы словаря B добавятся в словарь A, а те элементы, которые в словаре A уже были, давайте посмотрим, первый, поменяются на соответствующий в B, видите, но есть операция интереснее, давайте попробуем ее, давайте попробуем еще раз, A, так, из трех, A, нет, из 5 был лучше, из 5, это A, да, елки, вот, из 5 было лучше, B, A, B, попробуем, недавно, совершенно недавно, в 3,8 или в 3,9 питоне, появилась вот такая операция, это операция объединения словарей, вот, кстати, ничего не поменялось, а, я бы неправильно задал, извините, извините, вот, черт, вот, вот такая операция, это объединение словарей, давайте посмотрим, что при этом происходит, A при этом не меняется, да, то есть важно то, что A не изменилась, еще важно то, что элементы, которые соответствовали элементам B в A, изменились, то есть фактически, это вот эта вот операция, да, по-моему, ничем не отличается, только произведенное, сконструированным нового объекта, это довольно часто, приходится делать, вот такое обновление, да, поэтому, теперь вы вместо слова update, можно писать вот так, а вместо, вместо, вернее так, вместо update, можно писать вот так, это будет то же самое, что update B, смотрите, да, вот, но в случае, если вам не нужно портить ваши словари, да, вы можете использовать операцию взятия этого самого, как это, пересечения, объединения словарей в качестве отдельного нового элемента, вот, такая вот, такая вот история, значит, почему я так много рассказываю про словарь, это один из самых главных элементов данных в питоне, потому что он позволяет сделать все, а скорость индексирования, скорость поиска элементов словаря, практически константа, такая же, как скорость поиска элементов в множестве, то есть словарь, то есть словарь фактически это такой более сложный, более навороченный массив, то бишь список, просто в массиве мы хранили наши элементы исключительно порядковым, по номерам, а в словаре, в ассоциативном массиве, мы их храним по ключам, в остальном, за исключением какого-то O большого, то есть некоторые вычислительные накрутки на всю вот эту сложную структуру, операции работы со словарями линейные, точно такие же, как операции работы с массивами, то бишь со списком, поэтому словари используются внутри питона, внутри самого питона, для представления данных абсолютно повсюду, например, мы с вами знаем командущику dir, кстати, мы теперь знаем, что командачика dir выдает вообще говоря тупо список строк, а еще мы знаем командущику globals, ну и командущику locals тоже, да, вот, о, какой он здоровый, выдает словари, давайте-ка мы отсюда вылезем и перевлезем туда, вот так красиво, вот, как интересно, ptpython не справился с выдачей globals, ну ладно, вот, выдает словарь, это не просто словарь, это самый настоящий словарь, смотрите, a равно 100500 globals, еще раз, это самый настоящий словарь, давайте мы сделаем вот так вот, он настолько настоящий, что если мы сделаем вот так вот, мы получим ответ, на главный вопрос вселенной и вообще, вдумайтесь, на самом деле, на самом деле, никакого пространства имен, таинственного пространства имен, которое бы хранилось где-то отдельно, обладало каким-то отдельными свойствами, в питоне нет, в питоне есть просто словарь, просто словарь, с именами и их значениями, мы его можем сами руками модифицировать, смотрите, видите сюда, более того, мы можем там удалять, например, сейчас, давайте попробуем, я так ни разу не пробовал делать, да, вот вам довольно часто встречающаяся в питоне штука, такое разоблачение черной магии, то есть, вот еще одной волшебной сущности в питоне, на самом деле нету, да, в питоне есть просто словари, и это вот имена, с которыми работаем, locals, globals, non-locals, это просто словари такие, и мы поучи ищем, то в одном словаре, то в другом, кстати сказать, помните, что я говорил, что каждый раз, когда вы обращаетесь к какому-то имени, происходит поиск сначала в locals, потом в globals, если у вас они отличаются, да, потом еще в built-ins, все это словари, а поиск словари очень быстрая операция, неудивительно, что с помощью словарей реализованы на имспейсе в питоне, такая вот внезапная, внезапная смешная фича, ну, это, это удобная фича используется не только внутри питона, для организации пространства имен глобальной программы, но, разумеется, и для организации пространства имен функции, тем же самым способом, смотрите, давайте определим функцию, да, значит, мы уже с вами знаем, что, помните, операция распаковки и запаковки параметров, да, что у нас, давайте так сделаем, fun, вот звездочка, rgp, помните, позиционные параметры в питоне передаются в виде тюпля, просто в виде кортежа, позиционные параметры в питоне приезжают в виде кортежа, нет, говорит, такого нет, вот, мы с вами еще не рассматривали, как в питоне приезжают параметры именные, ну, так вот, именные параметры в питоне приезжают в виде, догадайтесь, чего, правильно, в виде словаря, вот он, это просто словарь, вся та же машинерия, которая у нас работала для передачи позиционных параметров по их запаковке, например, мы можем, вы же помните, да, мы можем написать что-то типа, print, звездочка, range от 10, что при этом произойдет, распакуется range, превратится в кортеж из 10 элементов, передастся как 10 позиционных параметров функции print, функции print их все 10 выведет, так вот, ровно так же мы можем передавать и именные параметры, смотрите, что у нас там есть, sep равно двоеточие, yent равно, ну, не знаю, там, точка, точка, бэкслэшер, о, ну, запятая, не важно, да, отлично, мы можем, мы могли написать вот так, что-то типа, именные параметры равняется, что там у нас, sep, это двоеточие, а yent, yent, это тот самый, да, тот самый, запятая, бэкслэшер, или там, точка, бэкслэшер, это была точка, бэкслэшер, так, что-то было, вот, правило запаковки, распаковки параметров, работают не только для позиционных, в которых запаковка, распаковка происходит в кортеж, но и для именных, в которых запаковка и распаковка происходят в словарь, туда и сюда, соответственно, всевозможные упражнения с этим вы можете проделывать сами, вот эта вот функция, это функция, которую можно, можно передать любое количество любых параметров, да, любое количество любых параметров, все упражнения с именными параметрами мы повторять не будем, это было у нас в разговоре про функции, хочу только напомнить, что в современном питоне именные параметры, позиционные параметры, значения по умолчанию для этих параметров разделяются, полное описание, полное описание заголовка функции выглядит вот так, есть два разделителя, такой вот слэш вставляется и звездочка, идея состоит в том, что параметр параметр а и б только позиционные, параметр ц и д могут быть как позиционными, так и именными, а параметр е и ф только именные, вот тут в примере хорошо это видно, да, мы не можем передать б равно 20, потому что он только позиционный, здесь стоит слэш, мы можем сказать c равно 30, даже несмотря на то, что вот здесь нету параметра значения по умолчанию, потому что он стоит с этой стороны и он является именным, можем, мы не можем сказать вместо е 50, потому что е является параметром только именным, другое дело, что мы, когда мы пишем значение по умолчанию сюда в объявлении функции, то это всегда именные параметры, ну то есть, а нет, тоже нет, в общем, более хитрый синтаксис, вот, более хитрый синтаксис, соответствующий пеп где-то должен быть написан, есть, да, вот тут есть более хитрые примеры всякие, ну короче, вот разбирайтесь, вот, главное, что сделали в 3,4 что ли питание, в 3,8, главное, что сделали в 3,8 питоне, это разделили, вообще говоря, семантически не связанные друг с другом понятия, параметры по умолчанию, значение по умолчанию и именной параметры, теперь вот есть и такой, и сякой, и пятый, и десятый, питон прог спрашивает, много ли словарь занимает в памяти, еще питон спрашивает, может быть, экземпляр класса ключом, проверьте, пожалуйста, сами, вот, в памяти словарь занимает, ну как вам сказать, это хэш таблица, сопровождаемая ссылками на соответствующие элементы, он ожидаемое количество мест в памяти занимает, а давайте проверим, господи, так, у нас есть наш словарь di, di равно di, вот в этом словаре di, в нем 12 элементов, эти 12 элементов представляют собою, значит, 12 пар, причем, индексы этого словаря составляют трехзначные, трехсимвольные строки, да, неососис, сис, get size of di, 640 байтов занимает этот 12 элементный словарь, но надо, надо понимать, что это, эти 640, это минимум 4 байта каждая строка, уже 48, да, на самом деле больше, потому что каждая строка имеет еще заголовок, описатель строки, и хэш, не забываем про хэш, который тоже хранится у каждого константного объекта, ну, допустим, да, вот, значит, 28 умножить на 12, 336 байтов занимают одни только строки, дальше, сами объекты, ну, допустим, 39, ой, что-то многовато, хотя, умножить на 12, еще 336 байтов занимает у нас, тот самый, занимается, ну, короче, там где-то сэкономили, смотрите, словарь занимает меньше, чем два таких списка вместе взятых, однако, то есть, вот, ну, реально, а, слушайте, я вам соврал, я вам соврал, вот, еще меньше, в общем, как, удивительное дело, но, давайте так, ключ равняется, я не знаю, за счет чего, возможно, за счет, за счет того, что там есть, вот, объекты 3, 6, 8, 12, сейчас, давайте мы сейчас сделаем более четкий эксперимент, и уже перейдем к концу нашего разговора, но мне самому интересно, сколько он мест в памяти занимает, давайте мы, вот тут вот сделаем, сто пятьсот плюс, вот, иди, все равно 640, 640, все это занимает безобразие байтов, вот, а давайте посчитаем, да, потому что что-то мне окажется, что, что суммарная, сумма, значит, сумма размеров этих таблиц, должна быть больше, чем размер, этого самого, размер словаря, ну-ка, len от di, умножить, на, сис, get size of, get size of, от, нет, погодите, я не то говорю, k равняется, один, у нас, слава богу, все ключи одинакового размера, не все, хорошо, 0,2, и, а, не так, 0,2, вот, хорошо, проверяем, как было 640, так и осталось, обратите внимание, что, что-то там с ключами, какой-то мухлеж, да, произошел, мы, увеличили размер строки, а как было 640, а, понятно, какой мухлеж, размер, хэш таблицы-то не изменился, вот, просто в ней меньше пустых мест стало, так, теперь давайте посчитаем, len от d умножить на sys, сейчас, k равняется 0,1, типичный ключ, len от d умножить на sys get size of k плюс sys get size of d kt, вот, ответ на вопрос, Женя спрашивает, проверяется ли размер элементов внутри слоуаря, пожалуй, Женя, вы правы, размер вот этих вот, 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 вот этой части, действительно не учитывается, то есть, давайте сделаем вот так вот, о, шикарно, смотрите, спасибо Женя, понятное дело, что, когда мы высчитываем размер словаря, мы не имеем в виду суммарный размер, еще и всех элементов, на которые он ссылается, и вот здесь, вот, мне кажется, я вообще разгадал тайну Полишинеля, значит, 636 элементов занимают, вот эти строчки, и еще 4, это, этот самый, хотя нет, тоже нет, хэш, я думал, что 4 байта хэш, ну, короче, компактное представление, будем говорить так, компактное, вот, отвлекся я на это дело, давайте мы, нам пора заканчивать, а у нас еще есть целая тема, целая тема называется модуль Collections, про модуль Collections, мы уже знаем, что, про него, что в нем есть, колода, колода, которая, которая дека, помните, да, колода, это такой динамический массив, у которого операция добавления и удаления, и в начало, и в конец, дешевая, помимо колоды, в модуль Collections много всякого интересного, ну, вот этот Ordered Dict, на самом деле, штука устаревшая, дикт уже теперь тоже Ordered, модулем Counter мы с вами пользовались, Counter это такой волшебный дикт, который умеет не только словарик, вернее, это волшебный дикт специального назначения, у него значения целочисленные справа, да, вот, который умеет подсчитывать количество чего-нибудь в чем-нибудь, а заодно наводить некоторую статистику, видите, самый популярный, можно вычитать друг из друга, значит, эти самые Counter, довольно забавные вещи, смотрите, я вот думаю, может отсюда прямо скопипастить, вот, не буду отсюда копипастить, с учетом того, что минут у нас осталось мало, давайте просто еще раз, да, Counter это такой словарь, который хранит, ну, как бы, предназначен для подсчета чего-нибудь, подсчета ключей, вот, помимо своего простейшего задания, что он словарь, он умеет еще задаваться непосредственно вот такими значениями, давайте попробуем, что, Counter, вот, видите, да, непосредственно задаваться, но главное его, конечно, свойство, что Counter умеет считать в последовательности количество элементов этой последовательности, видите, вот, кроме того, Counter поддерживают некоторую статистику, их можно, Че, почему? Слушайте, это 30-й что ли? Это 30-й Python, а у меня 3-9-й стоит, ах, какая печаль, как видите, в 30-м Python еще увеличилось свойство Counter, появилась Total статистика, которой раньше не было, ну, в общем, в общем, полезная штука, вот, значит, что еще такого интересного? Ну, Дека мы уже с вами смотрели, именованный тюпль, именованный тюпль, это аналог структуры в Си, вот, нужен исключительно для понимания, чтобы, когда вы в тюпле храните какие-то значения, эти значения можно было по именам перечислять, а не по, а не по, вот видите, вот так перечислять, а не по порядку, да, если у вас их больше, там, больше двух в тюпле, то было бы, было бы удобно их называть, или когда один из них, ну, когда эти названия являются каким-то, значимыми, например, в координатах х, у называть, вот, полезная штука. Ну и наконец, последний, на этом, видимо, мы заканчиваем, последний в этом списке, это дефолт дикт, дефолт дикт, это такой дикт, у которого не нужно писать элемент по умолчанию, всякий раз, значение элемента, которого еще не существует, всякий раз, когда вы обращаетесь к несуществующему элементу дефолт дикта, в нем этот элемент заводится, причем такой, который будет вам производить конструктор этого самого элемента. давайте посмотрим, D равняется, давайте, при импорте, мы оттуда дефолт, а, from collections, я сказал from, тороплюсь, import дефолт дикт, дефолт дикт, в качестве параметра дефолт дикту передается конструктор вашего объекта, по умолчанию кажется, это вообще будет инт, ну-ка давайте посмотрим, нет, по умолчанию это просто дикт, вот, ну допустим, ну не знаю, там, str, видите, наш словарик каждый раз возвращает, как если бы в нем было такое значение, и более того, эти значения в него добавляются, вот, сейчас, смотрите, та-да-да-дам, ах черт, slice, slice unhashable, какая жалость, вы же понимаете, что, что сейчас произошло, get item от дефолт дикта передался slice от одного до двух, вот, но к сожалению, slice был unhashable, а так бы мы с вами еще получили, получили смешную, смешную картину, что здесь бы что-то добавилось, ну хорошо, unhashable, так unhashable, конструктор, вы можете сами написать конструктор, да, он должен быть обязательно функцией, который бы возвращал элемент, вот, ну например, ну не знаю, там, ну короче, вы меня поняли, ну и вишенка на торте, на этом мы собственно заканчиваем, это дорогие, бессмысленные и плохо понимаемые деревья в питоне, структуру данных дерева, которые, значит, есть элементы, ссылающиеся на несколько других элементов, в питоне организовать очень просто, вот, смотрите, ну давайте, 3 равняется 3, только, да не те 3, тороплюсь, ну допустим, 1, 2, 3, равняется 100 500, ага, 1, 2, 4, равняется 42, видите, да, вот, ну в общем, реально, это дерево, этим можно как-то даже пользоваться при желании, что здесь написано, да, вот, чтобы в это вкурить, потому что это, ну как бы, немножко странная конструкция, мы создаем словарик, у которого производящие функции конструктором элемента является конструирование этого самого словарика, вот, на этом я оставляю вас задуматься, тут Женя Купцов говорит, что тотал у каунтера это всего лишь сумма всех его значений, действительно это так, можно посмотреть, зачем они его туда добавили, вот, правда, я не очень знаю, зачем они его туда добавили, вот, но, вот, видимо, была какая-то, была какая-то, была какая-то необходимость в этом, непонятно, действительно, почему бы не сделать сумму, хорошо, если есть какие-то вопросы, задавайте, значит, домашнее задание, как обычно, сегодня-завтра, к сожалению, я не успеваю, скажем так, я не знаю, насколько эта лекция, которая прошла, чем она закончится, иногда бывает так, что я рассказываю про другое, ну, и соответственным образом надо модифицировать домашнее задание, ну, в общем, если вопросов нету, тут надо поправить, тогда всем спасибо и всем до свидания, в следующий раз у нас генераторы, лотераторы, вот это все.